Мне задали вопрос. Алексей, ты можешь продемонстрировать новое качество газового продукта? Я спросил, какое качество газового продукта? Они сказали, ну приедешь сюда и заправься. Я приехал сюда и заправился. Куда я приехал? На бетонстрой. Другой такой заправки в городе нет. Заправился новым и замечательным газом. А теперь скажем честно, скажем честно, сколько я на этом году прошел. Я еду потихонечку и очень аккуратно. И средняя скорость, которую я проезжаю на заправке с 44 литрами газа, это примерно 320 километров. Сейчас на этом газу я прошел 366 километров. То есть, о чем мы говорим? 3,2 умножить на 20. Вот оно, качество. Практически 20 процентов я сэкономил и я проехал больше. Вот он результат. Ну, может быть, чуть-чуть меньше, но понять-то надо. На чем вы экономите? То есть, если мы заправляемся здесь, на бетонстрое, то следующая заправка будет только в Челябинске, а может быть и в Екатеринбурге. Потому что я не знаю, что тут такое. Но по количеству пробега это явно выгодно. А ценники, ну вы сами понимаете. Пока ты сам не проверишь, никто не поймет и никому ты это не докажешь. И мне сказали заправиться. Я заправился и поделился. Оказывается, можно сделать так, что и газ экономит топливо. Причем, как я вам сказал, в цене. И нигде более и ни за какие скидки я заправляться газом больше не буду. Я так понимаю, вы сюда в первый раз приехали? Да, в первый раз. По совету знакомых. Что знакомые сказали? Ну, говорят, что-то супер-пупер заправка, качество лучше, чем на многих в городе газы. Вот давайте сделаем следующим образом. Просто всем остальным скажете. То есть, я вот сделал следующее. Потому что, как правило, газовое оборудование у нас не срабатывает датчик топлива. Правильно? Да. То есть, вы сейчас поставите, вкручите счетчик пробега суточный, а потом скажете, через сколько вы проедете. И потом уже следующий материал вы просто отдадите свои данные на заправке. Хорошо? Хотел сравнить, показать как параметры. То есть, сколько я могу проехать на этом баке полном, допустим, заправленном. Вот меня это интересует. Вот так же, как и я, человек решил попробовать. А результат-то будет. Я не знаю, как там внутри, но тема экономии все более очевидна. Вы заливаете газ и ездите более чем где-либо. Других таких вариантов пока-то и нет. Я поставил себе газ для экономии. И теперь знаю, как экономить лучше. И буду заливаться только здесь, на Бетонстрое. Вообще, в городе Магнитогорске газа на заправочной станции возят из трех мест. Одно из них Нягоньское месторождение. Сюда привозят газ с Оренбурга. Там стоит очень мощная газокомпрессорная и бензонасосная станция. Но она очень крутая. За эти, посмотрите, проезжаешь, смотришь, особенно зимой, как все светится. Ну и летом тоже светится. Потому что она круглые сутки работает. Что касаемо данного газа. Сейчас я просто покажу то, что мы с сыном посмотрели. Во-первых, расход топлива. Я вам в начале сюжета продемонстрировал, да? То, что на том газу, который я здесь заправил, я проезжаю практически на 20 процентов больше. Представляете? Неплохо так, да, получается? Все остальное. Ну, не знаем насчет крутящего момента, но, по сути, как показала практика, тоже что-то там чувствуется. Насчет моторосурса двигателя, насчет температуры горения масла, насчет жизни катализатора. Катализатор это вообще не существует в природе. Вот, выбросы. Было бы интересно. В следующем заходе мы вам это дело покажем. То есть просто в гараж поставим, заведем и посмотрим, сколько мы там просидим. С учетом того, что минус 30 процентов выбросов, то, по-моему, можно очень долго сидеть. Вот. Ну и 3 цибела рабочего шуба. То есть, из всего того, что я вам показал, ну, это точно, это пока не знаю. Ну, то есть, понять-то надо, где заправляетесь качественным газом. А качественный газ заправляетесь вот только похоже здесь на бетонстроем. Теперь, что касается других. А вы попытайтесь. Если не получилось, то тогда зачем? Человек опытный, человек-магнитогорец поймет, где выгоднее. Да, будет очередь, но будет и результат. Ваш пробег увеличится на 20 процентов за ту же сумму. Вы подумайте, господа, едьте на бетонстрой. Я прекрасно понимаю, что вы часто заправляете, потому что это все-таки такси. А на такси каков результат? Вы заправились абсолютно новым топливом. Каков результат? Да, топливо ничего, нормально. А по пробегу? По пробегу тоже, расход нормальный тоже. То есть, гораздо выгоднее, чем в другом месте заправляться, правильно? На этом топливо гораздо лучше качество. Да, это новинка, а ранее не пробованная. Получается, что и газ можно модифицировать. Как и мне, вам это сделать не удастся. Но фирма вам продает качественно другой газ. И рано или поздно, а лучше ранее, мы вам покажем места, где вы будете так же, как и я, не экономить на жизни. Экономия в топливе. А вот чтобы это сделать, мы заправляем автогазом только на бетонстрое. Ну наконец-то ко мне обратились газовщики. И наконец-таки я вам сейчас объясняю, где надо заправляться. По сути, событий я больше никуда и не поеду. По одной простой причине. Здесь, если я заправляюсь газом, машина звучит лучше, работает дольше, экономия бензина выше и все остальное. То есть, понятен, кто заправляется газом. Газом заправляются те, кто хочет экономить. Так вот, экономия здесь в реальности выше. А как сюда приехать? Вопрос очень простой. Бетонстрой, помните? Единственное место, к сожалению, место, то ли на продаже. Я просто вообще молчу с этими делами. Но, тем не менее, сюда заезжайте и спокойно заправляйтесь, потому что это качественно. И это супер.